Продолжение следует... С одной специальной точки зрения, он будет меня занимать как писатель, автор романов. Он за свою жизнь сделал очень много, написал много книг об искусстве, об отдельных художниках. Но я буду говорить о нём как о романисте, и при этом я в основном коснусь трёх его романов, где, как я думаю, он выступает как новатор, создавая новый тип романа, важный для 20 века. Это массовый роман, описывающий толпу, вовлечённую в революционные, вообще какие-то крупные военные события. Два первых романа, основанные на материале «Китайская революция», я немножко должен о ней сказать. Третий роман «Надежда» о испанской гражданской войне, в которой Монро сам активно участвовал. Он был командующим добровольческой интернациональной авиабригадой, носившей его имя. Им созданы, им куплены самолёты. Два слова о Китае. Монро заинтересовался Китаем, увидев в нём начало большой революции. Его крайне интересовала русская советская революция. Он много занимался Россией, ездил туда, провёл там несколько месяцев. Пробовал поставить фильм совместно с Эйзенштейном. Но фильм был как раз на те темы, о которых я сейчас говорю, связанные с Китаем. Этот первый период гражданской войны в Китае характеризовался тем, что против эстеблишмента, против правящей элиты выступили две совершенно разные партии. Одну возглавлял Чан Кайши, потом, как генералиссимус, правивший всем Китаем, недолгое время. Другую, левую партию, возглавляли коммунисты в её организации в это время. Во время, которое описывал Майл Роу, Деятельное участие принимали сотрудники Коминтерна, третьего коммунистического интернационала. Они были связаны с Москвой, где был центр этого интернационала. Многие из них были русскими. В частности, действие некоторых частей романа происходило в доме Бородина, русского социал-демократа, который был близким другом начальника китайской революции Сун Яцена. Бородин сыграл большую роль в истории Китая. По возвращении своём в Россию занимал несколько крупных постов, в частности, всё в информбюро. Был в начале вспышки сталинского антисемитизма, в 50-х годах арестован, подвергнут пыткам и погиб в 50-е годы. Некоторые герои подлинные, как Бородин, другие изобретены, Мальро, как Катов, о котором пойдёт речь. Этот контакт русских посланцев Коминтерна и китайских коммунистов описан преимущественно в первом китайском романе «Ле конгерон» «Победители». Мальро возвращается в те места, где он был в те годы. Много-много спустя, когда он в Китае встречается с новым главой Китая, с Мао Цзэдуном, и тогда он вспоминает, что уже старого нет, нет этих китайцев, нет этого дома Бородина. Чем замечательны два китайских романа Мальро о китайской революции? Ну, прежде всего, историк в них найдёт очень много важного. Мальро сам тогда бывал в Китае, знал эту обстановку, эту среду, знал многих людей, которые там описаны. Но кроме документальной исторической ценности, романы очень интересны, как новые образцы искусства сочинения такой большой композиции в прозе. Мальро здесь продолжает линию главным образом военных сочинений таких главных мастеров романа XIX века, как Толстой, я имею в виду прежде всего «Войну и мир», но Мальро также вносит много нового своего. много нового связано и с новой военной техникой. В частности, для структуры, формы и всего содержания романа «Надежда» очень важно то, что этот роман написан прежде всего о воздушном бою. Как сам Мальро говорил, это роман о Труэльском сражении, то есть всего лишь об одном этапе начала гражданской войны в Испании, но по сути речь идет именно о новом типе военного романа, который можно назвать военной авиационной. в нем большую роль играют детали движения самолетов, их пересечения в небе, соотношения разных типов самолетов и так далее. Первый роман это 1925 год, то есть для Китая идея революции нова, революция. Суньецен начал свою борьбу уже в 1912 году, то есть прошло 13 лет с тех пор, тем не менее это только начало революции, начало, для которого очень важна поддержка, усилия предпринимаемые в России всем сообществам мировых коммунистов, которые тогда имели Россию как свой главный центр. Мальро потом замечает, что этих людей уже не было потом. То есть это характерно только для этого первого короткого периода. Я, пожалуй, еще замечу для нашей здешней публики, что идея превратить Китай социалистического соседа возникает в это время с разных сторон, имеет разного рода форму. Дело к нам, что в России в это время находилось очень много китайцев из самых низко оплачиваемых, самых в экономическом отношении обделенных частей китайского бродеряда. Часть их была закуплена царскими властями еще до начала Гражданской войны. Была идея использовать китайскую массу как пролетария, в которой готовы пролить кровь на фронте. Они прибыли в Россию, деньги были уплачены, не было нужды уезжать на родину. Члены комментиров знавшие китайский язык и обстановку Китая предлагали использовать этих китайцев как ростки будущей китайской революции. Такова была роль лингвиста Поливанова, формалиста, которому я посвятил несколько статей. Поливанов был одним из первых редакторов газеты, выходившей на китайском языке для иностранцев. Перехожу к второму роману. Второй роман Condition Humaine Обычный русский перевод условия человеческого существования точный, но вместо тем не совсем передающий философский смысл заглавляем. Может быть, лучше было бы сказать жизнь и смерть человека что-то в очень общем виде. иностранцев. Я думаю, что очень важно то, что роман – это роман эксенциалистический. Это роман, в котором основное – это понимание роли судьбы, смерти для жизни каждого человека. И в этом смысле, может быть, заслуживает внимание другой перевод – название «Удел человеческий». Возможно. Но, скорее всего, название должно быть более общим и более философским. Пока я не додумал, как я бы сам назвал. Что описывает роман? Исторически это катастрофа. Это предательство, совершенное Чанкайши по отношению к коммунистам. Чанкайши совершает антикоммунистический переворот после того, как власть перешла после восстания к левым силам, социал-демократам и коммунистам. Чанкайши использует свою партию «Гомендан» для того, чтобы подавить, раздавить коммунистов. Они ему мешают прийти самому к власти. В этом смысле события в Китае очень много значат для России и обратно. Троцкин настаивал на выдающейся роли Китая, надеялся на реализацию в Китае его идеи. Перманентная революция. Сталин был против этого. Он не хотел в это время распространения социализма на другие страны, в том числе на Китае. Китайские коммунисты и некоторые агенты коммунистического интернационала, которые были захвачены дженгрифистами, погибают, их сжигают в топках. То есть их ждет достаточно страшная казнь. Вот таким образом Мальро подобрал материал для своего размышления о жизни и смерти. Третий роман Мальро находится в Европе. Это событие в Европе середины 1925-х годов, когда сам Мальро, один из самых активных деятелей того, что он и многие другие в это время называют антифашизм, Мальро рано усматривает угрозу всей культуры для всего мира, в Веце Гитлера и усматривает необходимость борьбы с Гитлером. В это он вовлекает многих писателей-интеллигентов. Роман посвящен прямо военным действиям, военным действиям на улице, действиям толпы. И все это описано с очень большим приближением к реальности. То есть это действительно то сочетание художественного и документального материала, которое, вероятно, окажется очень важным для всех продолжений романа в этом розе, в этом жанре. Я остановлюсь на одной из сцен, связанных с темой второго китайского романа. Заключенные коммунисты и комминтерновцы ждут своей участия на территории, которая отведена под содержание этих заключенных. Я... 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 Указать на то, что замечательная роль Катова, Русского комминтерновца Это придуманное название, имя и человек придумали Моржо, но к тому времени Моржо хорошо знал многих комментариновцев вроде Бородина, поэтому ему нетрудно было придумать реалистичный, реальный образ его комментаринов из Катов, человек абсолютно уверенный в себе, неподступный, недоступный ему, какие бы то ни было, человеческие слабости. Катов знает, что может предстоить мучительная смерть и пытки. На этот случай у него предпосено лекарство цианистой калий. Он его держит в зубе, во рту. Я думаю, что роль Катова, героизм Катова, это одна из выдающихся заслуг мальеров в мировой литературе. Так это ценили и Хемингуэ и Камю, его современники, те крупнейшие романисты, я думаю, что он на них оказал определенное влияние. В зале ожидания, где две сотни пленных ждут расправы, происходит печальное. Некоторые китайцы-коммунисты пугаются, им страшно. Катов это видит. И Катов отдает то лекарство, яд, которое у него спрятано в зубе, этим китайцам. Ну, этим показывается мощь ума и души Катова. Ну, и делается некоторая оценка сопоставительная русских и китайских участников восстания и тех, кто испытал влияние к лунаде. Необходимости изменения, связанного с приходом к власти Чен Кэйши. Особенно замечательная сцена, где Катов хромой, страдающий от раны в ноге, с трудом идет в темноте, когда его вызывают. Он должен быть тем, кто сейчас будет сожжен. Он это знает и он готов к этому. И вся толпа, все пленные следят за каждым его тяжелым шагом. Эйзенштейн придумал интересное полумузыкальное решение этой сцены в том фильме, который он планировал сделать вместе с Майором. Сейчас это напечатано, доступно нам рисунок Эйзенштейна и доступны его комментарии. А также обсуждение этого со стороны Мальро, который очень вдохновлялся тем, как Эйзенштейн воспринимает и преобразует его Мальро образы. В третьем романе, посвященном Туруэльскому сражению, меня особенно интересует то, как удается найти способ говорить о вещах более общих, чем конкретные политические и военные проблемы, решаемые на поле боя. Цель романа именно в переходе. Надежда – это надежда на то, что люди начнут думать на основные дела, на самое главное. Я, пожалуй, остановлюсь именно на конце романа «Надежда». Мне кажется, он интересен тем, что Мальро вообще автор не лирически, он излагает свои мысли об обществе и об искусстве в достаточно безличной форме. Но в романе Мальро «Надежда» я вижу прямое выражение тех его мыслей, которые нам проясняют и перелом «Биография Мальро». Мальро практически не написал ничего в этом жанре военного революционного романа после «Надежда». Он писал во время войны роман «Больба с ангелом» Ле-Люц Клауш, который был захвачен гестапо, и он не пытался потом восстановить текст. Он просто перестал писать. То, что он писал потом, были другие жанры. Книги об искусстве, антимемуар, книги на тему, прямо не связанные с искусством, но связанные с Востоком, которым Мальро всегда интересовался. И вот оказывается, что этот переход от писания романов как регулярного занятия к писанию разных статей, не касающихся конкретных жизни отдельных людей. Вот этот перелом от работы писателя, романиста к работе журналиста, политолога, психолога, историка искусства. Это нам разъяснено в конце романа «Надежда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мне кажется, что можно вычитать всё будущее, построение следующих этапов в жизни Мальро, прочитав последний Субтитров А.Егорова И, П.П.Поврина Соскин Эти музыкальные движения, которые происходят в прошлом, Я говорю, как я могу говорить, эта город, которая говорит о том, что в мире, и 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 в мире. Мануэл, у вас слышно, что в мире, и 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 в мире. Дисклеймер Мануэль. Мануэль, главный герой, который, по моему мнению, здесь выражает пути в будущее самого Малжо, это человек, который отказывается от искусства музыканта, человека искусства, выбирает для себя будущий путь военного и политика. Как это сделает Малжо, отказавшийся в это время от литературы, как главной профессии жизни? Интересно, как это обставлено? Это воспоминания о прошлом Испании, о том, как были остановлены бабушки. Интересно очень, что это в Казахстанской войне, где участвовали также и войска. Грубо говоря, малыганские войска, исламские войска, которые поддерживали Франко. И все это не так важно по сравнению с самым основным. Это возможность формировать будущее. Это то, что человек в состоянии обдумать свой путь, кончая смертью. Смерть остается основным эпилогом и основной целью и задачей Малжо. Мне кажется, что подходы к этому переначиванию всей жизни, к тому, чтобы прожить большую действенную жизнь так, что она в конце концов приводит к осознанию удела человеческого, это огромная писательская заслуга Малжо. И здесь я согласен с теми большими писателями, которые дают ему столь высокую оценку. Он, несомненно, внес много нового возможностей и понимания этого жанра, военного и исторического романа. В истории, собственно, всего мирового прозаического искусства. Мы ему должны быть за это благодарны. Спасибо за внимание. Продолжение следует...